Кто у вас заболел? Нам сказали, девочка на первой парте. Из-за одной девочки Соню и ее одноклассников теперь водят в столовую по отдельности. Остановить менингит может только изоляция. То, что их дети подхватят опасный вирус, сейчас главная фобия родителей. Очень серьезная болезнь и, соответственно, после нее мало людей остается нормальным. То есть это очень серьезное заболевание. Поэтому, конечно, лучше есть какие-то подозрения, школу, в принципе, заплатить. Школ, где была замечена инфекция, с каждым днем становится все больше. Так, на днях с подозрением на менингит в больницу увезли 11 учащихся пятой гимназии. У четверых диагноз подтвердился. Сегодня стало известно о новых случаях в 25-й и 171-й школах. По информации прокуратуры, там от вируса пострадали семеро ребят. Брали функцию спинного мозга у ребенка, да, со спины. Не подтвердилось. А потом R3-вирус, или как он называется, да, сегодня тоже не подтвердился. Еще в двух школах 167-й и 52-й были зафиксированы единичные случаи. Ученики заболели еще на каникулах. Ну, действительно, подозрение на менингит есть какое-то, да? Ну, да, вроде что-то было. Но это еще было в начале сентября, что ли, что-то такое. Вот сразу на второй день, что ли, после того, как начали учиться. А не знаете, там мероприятия какие-то были проведены? Ну, конечно, а как без этого? А что было проведено? Ну, обработка, все вот это вот. Откуда вирус взялся в других учреждениях, сейчас выясняется. Подклассить его можно как воздушно-капельным путем, так и через воду и пищу. Конечно, эпидемиологическое расследование будет вестись, оно уже началось, так скажем. И, конечно, причину нужно установить, откуда заболевание пришло в школу. Либо это какой-то внешний источник, либо это какой-то внутренний. То есть расследование нам покажет. Свою проверку проводит и прокуратура. Ведомство выясняет, как в школах соблюдались санитарные нормы. По предварительным данным, возможной причиной является энтеровирус. И, соответственно, прокуратура выясняет обстоятельства, при которых заболели дети. После чего будет дана оценка, именно правовая оценка, и будут приняты меры прокурорского реагирования. Для врачей это вспышка в порядке вещей. Осенняя пора, пик распространения вируса. Прошу обратить внимание, что в прошлом году заболеваемость энтеровирусными инфекциями на этот же период была в четыре раза выше. В Екатеринбурге в 3,4 раза выше. Повышение заболеваемости обусловлено сезонностью. Противостоять инфекции помогут элементарные правила личной гигиены. Нужно чаще мыть руки, фрукты и овощи, пить кипяченую и бутилированную воду и избегать контакта с зараженными. Распознать вирус можно по характерным симптомам. На начальном этапе менингит похож на ОРВИ. Проявляется оно высокой температурой или крайне высокой температурой, интенсивной головной болью, которая плохо поддается или вовсе не поддается лечению обезболивающими, обыкновенными, допустим. И, кстати говоря, температура тоже плохо снижается. Чтобы избежать распространения инфекции, в школах провели санитарную обработку и объявили карантин. Пятую гимназию на время закрыли. В остальных школах изолировали контактные группы. Классы, в которых у детей заподозрили менингит, стараются максимально оградить от других. Их ученики занимаются в одном помещении и едят отдельно. Родители же остальных школьников просят внимательно следить за их здоровьем и за тем, чтобы они носили с собой маски. При любых подозрительных симптомах следует сразу же обратиться к врачу. Менингит у детей лечится достаточно легко. Главное – не доводить до осложнений. Юлия Анашкина, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга.